Всем привет, начинаем очередную экскурсию по интересным местам моего любимого города Швеции Стокгольма. Вот хочу вам показать парк Конгресс Горде. Наверно так он звучит по-шведски. Вот здесь находится достаточно знаменитый фонтан Йохана Петра Муллина. Первоначально фонтан был сделан в гипсе для центральной части экспозиции скандинавского искусства и промышленности в 1866 году. Это была большая экспозиция, которая простиралась на 200 метров через парк и увенчана 30-метровым куполом. Экспозиция скандинавского искусства и промышленности в 1866 году. Экспозиция была переполнена различными объектами и фонтан нельзя было не заметить. Было решено отрыть его в бронзе. Впоследствии он был уже открыт в 1873 году, практически почти через 7 лет на том же самом месте. Среди мифологических персонажей, населяющих фонтан, есть бог океана Игир, его жена Ран и 9 дочерей, которые слушают игру водяного на арфе. Конечно, как написано в Википедии, композиция символически намекает на географическое положение Стокгольма, лежащее между осером Милорен и Балтийским морем. Но тут можно по-разному к этому относиться. Но есть такая вот идея. Ну и это очень интересно, во всяком случае. Кстати, когда фонтан открывали, были посажены ивы. Очень красиво. Особый гибридный вид Пекин-Виллоу. В шведском языке называемая фонтанной ивы. Знак признания произведения искусства. Как будто это основная информация о фонтане Йохана Петера Муллина в парке Кенг-Стрэн-Гордон. А Йохан Петер Муллин родился 17 марта 1814 года в Гетеборге, Швеции, и умер в 1873 году в Стокгольме. Был достаточно известным шведским скульптором. Он работал в Париже 8 лет в Риме. И жизнь-то у него была не очень такая прям хорошая. Он время от времени работал пекарем, ну и так далее. В общем, зарабатывал на жизнь. Но в результате вот стал зарабатывать уже на жизнь вот такими произведениями искусства. В 1853 году был преподавателем Академии художеств, а через два года профессором скульптуры. Некоторые его работы выставлены в Лондоне и Париже. Ну вот, собственно говоря, и все о фонтане Йохана Петера Муллина в парке Кунг-Стрэкт-Гордон. Вот и все. Напомню, что фонтан был центральной частью экспозиции скандинавского искусства и промышленности в 1866 году. Все. Всем пока. Всем привет. До новых встреч. Все будет хорошо.